Добрый день. Артур, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Хочется увидеть вас, да. Расскажите, что случилось с Центром по предоставлению услуг гражданам, поскольку критика обещали быстро все в 15 минут, а оказалось это все платно и достаточно долго, и запись там происходит на 2 месяца вперед. Если вы хотите срочно, то за 300 гривен можно быстро. Ну, постараюсь кратко, что произошло с Центром. Мы, ввиду тех сложностей, с которыми мы сталкивались на протяжении 6 месяцев сотрудничества с нашими городскими коллегами, приняли решение, после того, как городские структуры отказали нам в создании коммунального предприятия при горсовете, которое позволило нам бы сотрудничать совместно дальше, мы создали госпредприятие при обл. госадминистрация. И, грубо говоря, начали абсолютно с нуля делать все то, чем мы занимались изначально. То есть мы просто с нуля, без копейки денег, начали предоставлять услуги. Единственный плюс в том, что те 60% от средств, получаемых нами за предоставление услуг, уже остаются в нашем предприятии. И из этих средств мы уже выплачиваем зарплаты, сами регулируем эти зарплаты. Мы уже теперь ни от кого не зависим. Мы можем сами назначать премии дополнительные и так далее, и так далее. Но сложность заключается в том, что даже тот уставной фонд в размере 20 тысяч гривен, который изначально и предусматривался для нашего центра, он до сих пор еще даже не был нам передан, то есть начислен. Поэтому мы и вынуждены выживать таким образом, чтобы завтра мы вновь могли уже в полном размере продолжить обеспечивать услугами одесситов и жителей области. Совершенно верно, что, и вы правильно говорите, да, мы предоставляем услуги вип-сервиса или сервис-плюса, так называемого, который позволяет людям, как правило, это люди-бизнесмены, или представители-адвокаты, юристы, которые по доверенности представляют интересы тех или иных юридических лиц или физических лиц, приходить и обслуживаться без очереди. Это позволяет нам сегодня найти дополнительные средства для расширения нашего кадрового состава, что завтра и позволит нам избавиться от тех очередей, которых вы упомянули. Очередь у нас не такая, как было сказано и упомянута Кента. На сегодняшний день у нас, если не изменяет память, порядка 6-7 дней запись идет на очередь, то есть наперед. Человек сегодня, придя к нам, он запишется, например, на прием через неделю и будет принят. И его документы уже отрабатываем мы, а не так, как это было ранее, где эти документы обрабатывались неизвестно кем. И они обрабатываются в сроке, что самое главное. То есть теперь человек. И мы открылись, что немаловажно, потому что вот ходят слухи, допустим, если сегодня позвонить на горячую линию городского головы, то там скажут, что проспект Шевченко 4А не работает. То есть это такая своеобразная война, которую городские власти ведут против нас, тихо, мирно. Такие ваши, получается, разборки, спецход. Вот не работает центр. Да, ну смотрите, открывал президент, Саакашвили это открывал. Президент присутствовал при открытии этого центра. Обещали, вот это наша новая система государственная, которая будет работать, все открыто, все для граждан. То есть получается, по логике вещей нам и президенты Саакашвили врали, что ли, открывая центр? Все оказывается не так? Нет. А как? Вовсе нам никто не врал. Мне кажется, сегодня, когда открывал президент, 16 октября 2015 года, когда открывал президент, когда наш губернатор говорил о тех или иных услугах, мы заявляли о том, что было возможно, возможным нам при соблюдении тех условий, прописанных в меморандуме. А участники меморандума – это Министерство юстиции во главе с министром Петренко, областной госадминистрацией с губернатором Саакашвили и с мэром города Одессы. Но, к сожалению, одна из сторон, на мой взгляд, по политическим, сугубо политическим мотивам, решила взять в заложники одесситов, взять в заложники жителей области, дабы утолить свои какие-то, там, скажем, обиды или жажду мести или еще что-то. Еще раз, кто взял в заложники? Создание коммунального предприятия, на основе которого наш центр продолжил бы свое существование. Так же, в принципе, как и сейчас мы существуем, приблизительно то же самое. Только при городской структуре это было бы коммунальным предприятием, и 40% средств, которые мы бы получали, шли бы в местный бюджет. То есть, опять же, на благо одесситов. Сегодня 40% средств, которые мы, сегодня одесситы платят, и не только одесситы, потому что, в принципе, и киевляне могут сегодня к нам приехать и открыть бизнес и так далее, но не в этом суть. Они идут в госбюджет. То есть, раньше шло 100%, сегодня только 40% идут в госбюджет. А могло 40% оставаться в Одессе. Но, к сожалению, благодаря высокой дальновидности наших коллег из городских структур, эти 40% теперь вновь идут в госбюджет. В принципе, ничего в этом страшного я не вижу, но в Одессе 40% меньше пользы. Вот так вот я кратко вам скажу. А в том, что сегодня есть возможность дополнительных услуг, которые предоставляют наши сотрудники для удобства одесситов, я вижу только в этом позитив, потому что это принято во всех адекватных странах, во всех передовых державах, где предоставляются услуги. Есть всегда возможность для желающих ускорить процесс либо обработки документов, либо даже самого фактического приема, то заплати чуть-чуть больше. К примеру, в той же уже, может быть, пример слегка заезжий, но в той же Грузии сегодня, если не ошибаюсь, порядка 100 долларов стоит услуга, где человеку на дом привозят паспорт, ну, идентификационную карту пластиковую. То есть человек звонит, говорит, я потерял свою карточку. В телефонном режиме или в онлайн-режиме заполняет анкету, и на следующий день ему к дому привозят уже готовую карту. Но это стоит, естественно, в основном сравнении с обычной процедурой денег. И зазорного в этом ничего нет, но это, естественно, опять же, повод сказать, вот, мы выкачиваем деньги. То есть, ну, к любому поводу можно же, вы же сами прекрасно понимаете, и прицепиться, и зацепиться, и найти в этом что-то неугодное. Вы опросите людей, которые сегодня в альтернативные места ходят. На Черняховского он шесть. Очередь два месяца на то, чтобы зарегистрировать квартиру. И посмотрите, какой бедлам там происходит. И сравните с тем, что происходит у нас. Опросите, вот в качестве журналистского расследования, почему бы и нет, опросите клиентов юридического департамента горсовета, которые параллельно с нами предоставляют подобные услуги. И опросите наших клиентов, которые с 10 мая уже подали документы, и вовремя, день в день или минута в минуту получили готовый результат. И скажите, кому это проще было, кому было комфортнее, и кто с большим или куда с большим удовольствием, наши клиенты или граждане вернутся вновь. Хорошо, давайте тогда упрощу вопрос, возможно. Когда центр заработает так, как нужно, вот как предполагалось, так он и будет работать. А не так, когда вы, как руководитель этого центра, просто на протяжении уже достаточно долгого времени в эфире рассказываете о всех проблемах, которые препятствуют. Кто-то же должен эти проблемы, собственно, ликвидировать. У кого-то есть вся полнота власти. И мне с трудом верится, что просто городской голова может так эффективно препятствовать доброму начинанию президента, например. Ну, во-первых, когда заработает, заработает он. Есть два пути следования у нас. Путь первый, на котором мы находимся сейчас, это полное самообеспечение. И вот заработали чуть-чуть, да, продвинулись. Знаете, как это бизнес-модель такова, да, где у нас нету никаких ноль, полный зеро на развитие. Мы обратились в областной совет за поддержанием нашего проекта, нашего центра. Нам выделили средства на первичный запуск, перезапуск, условно говоря. Если нам выделят эти средства, сессия 17 июня, через две недели, даже меньше, то центр заработает фактически через месяц, в полном, месяц-полтора максимум, я думаю, пока мы наберем подлокадровый состав. Сумма? Люди придут. Плохо слышалось. Какая сумма? Сумма за поддержанием. Мы 6 миллионов гривен. Это включает в себя 7 месяцев заработных плат, но фактически уже надо, мы, наверное, уменьшим эту сумму, но уже 6. Мы изначально просили на предыдущую сессию, был совет, это нас там, ну, как по очевидным причинам политически, мы, конечно же, проигнорировали, перенесли на эту. Скорее всего, мы сумму придется чуть уменьшить, потому что осталось до конца года меньше месяцев, то есть это будет, скорее всего, 6, а не 7 месяцев заработных плат. Это будет 3 месяца аренды. Аренда составляет, повторюсь, уже в сотый раз 83 тысячи гривен за один месяц, за 1649 квадратных метров и 3 месяца оплаты коммунальных услуг. То бишь это единоразовое выделение средств, на самом деле, понятно, что для рядового украинца 6 миллионов или 5 миллионов, и вообще миллион гривен звучит как колоссальная сумма денег, но в рамках такого большого предприятия, как наше, на самом деле это, то есть фонд заработной платы сегодня в месяц это не одна сотня тысяч гривен. Адекватных заработных плат, я должен подметить, тех заработных плат, о которых говорили мы уже очень долго, и возможности платить, которые у нас, к сожалению, до этой поры не было. Вот, к примеру, должен сказать, что на сегодняшний день регистратор, вот несколько дней тому назад, их у нас сегодня работает 9 человек, вот они получили зарплату в размере 8 тысяч гривен. Это, наверное, рекордная по всей Украине зарплата, которую получают регистраторы. И ради такой зарплаты ребята готовы работать и не думать о том, где бы еще заработать где-нибудь еще сбоку, зарегистрировав какой-нибудь там, ну, незаконный, скажем так, объект или какой-нибудь внести поправки или еще что-либо. Это адекватные зарплаты, которые позволяют нам быть уверены в том, что ребята заинтересованы в том, чтобы работать чисто, прозрачно и жить на эту одну зарплату и с удовольствием, конечно же. А то, что вы говорите про то, что мы жалуемся, ну, поймите, что на сегодняшний день, даже когда есть поддержка сверху, с самого верху, пускай это так звучит громко, что вот нас открыл сам президент, и даже вот премьер-министр недавно приезжал и очень громко сказал, что вот мы хорошая идея, он поддерживает нашу идею, тем более премьер-министр хорошо в этой сфере разбирается, он сам руководил подобными процессами у себя на родине. Вот, то когда дело доходит до фактического исполнения дела, то поймите же правильно, есть очень куча маленьких вот таких вот чиновников, которые с легкостью, с очень простой легкостью могут поставить тысячу маленьких палочек в колеса. Вот как, к примеру, сегодня вот эта вот горячая линия городской уголы, которая на вопрос, а работает ли центр обслуживания граждан, говорит, нет, он закрыт. То есть вот вы позвоните сейчас, там, не помню, телефон, все в интернете есть эта информация, спросите, работает ли, где можно зарегистрировать имущество? Вам скажут, на Черняховского 6, а на проспекте вы спросите, можно, вам скажут, нет, там не работают. То есть вот такой метод борьбы с нами. И он продолжался с самого начала практически. Как только проходили выборы, как раз сложилось так, к сожалению, что открытие центра совпало с разгаром выборов. Вот и с тех пор начались неурядицы, потому что интересы-то преследуются личные, к сожалению, а не наши с вами. Вот и все. И то, что да, мы жалуемся, ну, был период, мы не жаловались, у нас был период, когда действительно в декабре месяце мы добились, чтобы наши сотрудники прошли, сдали экзамены, они, наконец, получили свои обещанные 2 970 гривен, которые им обещала моя коллега. Между прочим, в одном из ваших интервью, которое мы потом впоследствии опубликовали на страничке Фейсбука, где вроде бы не утверждала Абрамова, что она обещала такую зарплату, а потом оказывается, что обещала. Вот как раз вот вашим коллегам с вашего грамматического телебачения, там бывали интервьюги, обещали в августе месяце зарплату в размере 2 970, а потом рассказывали, что я придумал, что губернатор обещал там миллиарды. Ну, все знали, на что идут, и все сотрудники знали, на какую они зарплату идут. Поэтому... Спасибо. Спасибо Артуру Амірову. Это был глава Центра обслуговывания граждан. Он был с нами на скайп-звязку. Такие докладные объяснения требовало, наверное, дозволить, потому что сейчас, сейчас мы просто хотим напомнить, как открылся этот Центр обслуговывания граждан, который открыл президент Украины, и открыл так же учитель областной администрации. Лунали карцы віриляции, ну, а про то, как сейчас обстоят справа, мы только что слышали. Отже, важно помнить, как это тоже было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!